приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы канал располагается по-прежнему в городе измаил это юг украины и юг одесской области у нас пока еще сравнительно тепло днем плюсовые температуры в пределах до 20 плюс 21 иногда чуть чуть меньше но а ночью уже прохладно плюс 8 плюс 9 градусов вы просили рассказывать о погоде я выполняю нашу вашу просьбу а теперь мы рассмотрим агрогороскоп с 1 по 3 октября 2021 года именно с этого времени убывающая луна будет находиться в знаке лев это уже время когда вот-вот будет новолуние глубокая убывающая луна но в это время можно кое-какие важные дела сделать в этот период мы о них сейчас будем говорить и так в четверг 30 перед переходом луны в знак лев у нас будет время луны в знаке рак это стихия воды луна без курса будет 17 часов 51 минуты до конца суток поэтому все работы касающиеся посевов посадок нужно провести до 16 часов что можно с посевов сделать а можно посеять редис кстати очень хорошо сочный получится зелень различную сидираты в теплицах также можно рассаду посадить цветочных и овощных растений это только овощные и цветочные но не садовые растения в саду мы не высаживаем ничего да примутся да даже весной будут листики но они или вымерзнут и корневая система в этот период не развивается естественно они потом через год-два просто резко погибают я вот потеряла много времени и денег именно на то что вот посадила и посмотрела у меня такие растения как будто бы хорошо принялись но на второй год они погибли так что не повторяйте наш опыт в саду что можно сделать только защищать от вредителей и от болезней но естественно поливать и подкармливать растения но подкормки эффективны только там где тепло это южные регионы и теплые страны цветы до 16 часов можно высаживать еще рассаду кого-то многолетники у кого-то двулетники рассада хорошая высаживайте но это более актуально для южных регионов и теплых стран также можно провести перевалку поливы подкормку а вот что нельзя для цветов ни в коем случае не делите корневища я знаю что многие сейчас рассаду рассаживает свои старые растения не делите корневища естественно не высаживаете луковичные цветочные растения те же тюльпаны и крокусы и так далее потому что именно в это время наиболее уязвимы вот эти растения для различных грибковых заболеваний комнатные цветы что очень хорошо в это время посадка пересадка поливы подкормки но подкормки как всегда для тех которые собираются цвести или уже цветут о поливах и о подкормках хочу еще рассказать для всех растений это эффективно поливаем и подкармливаем а вот вот эти работы связанные со сбором урожая заготовки и закладки на хранение это повремените перенесите на другой день то есть уже на следующие сутки потому что в это время в знаке стихии воды очень много воды находятся в плодах в ягодах в листьях и если вы будете их заготавливать портится продукция цвет некрасивый но естественно самое главное что портится этот продукт и вы просто-напросто все что вкладывали или купили даже определенные продукты не закладывайте их на хранение потому что можете погубить то что вы уже закупили ну что ж по дню перед переходом луны в знак лев мы рассмотрели это была стихия воды а теперь возвращаемся в знак стихии лев лев это знак стихии огня начинается этот период в 3 55 ночи в в 1 октября 2021 года лев с 3 55 потому что у нас до этого периода была луна без курса и луна еще находилась в знаке рак поэтому здесь у нас период не посевной не посадочный до этого периода но уже утром можно когда солнышко взойдет и хорошая погода естественно и есть необходимость допустим в теплицах посеять сидераты в теплых странах можно также в открытом грунте еще сеять если вы хотите лук и чеснок на зелень посадить пожалуйста зеленушка будет очень хорошая но если хотите для корнеплодов то и это зима и у вас то конечно мы не советуем это делать мы будем это эту посадку делать в другие дни рассаду конечно же не высаживаем я сразу вам хочу сразу же вот эти два вида работы и далее буду называть два дня чтобы сократить время потому что второго тоже весь день все сутки лев 24 часа поэтому первое и второе у нас одинаковые посевные работы и одинаково не высаживаем рассаду никаких не овощных не цветочных и тем более никаких садовых растений ничего не высаживаем в саду можно проводить обрезку перед новолунием знак стихии огня обрезайте все что вы собираетесь обрезать но я не советую снова заниматься особо обрезкой в любой период почему потому что у нас зима будет и обледенение и различные будут ситуации со снегом морозы к весне может ничего не остаться если вы обрежете тщательно весь свой сад или виноград поберегите свои растения обрезку сделайте весной выделите внимание если там действительно какие какая-то нужна санитарная обрезка да это можно делать кстати там где уже холодно и минусовая температура уже минус 3 минус 5 было можно нарезать черенки для хранения очень хорошо будут храниться и первого и второго любые черенки садовых растений винограда вот это можно делать цветы первое и второе октября можно обрезку проводить там где сухие уже части растений можно обрезать и естественно уборку цветников это вот такие два вида работы перельве на убывающей луне комнатные цветы то же самое если где-то цветонос уже подсох листики которые требуют обрезки обрезайте и первого и второго и очень актуально защита от вредителей и болезней поливы в это время бесполезны потому что растения не воспринимают воду и подкормки естественно тоже не не надо проводить они не дают эффекта пользы никакой вот кстати в этот период если поливать и подкормки под корень корни не воспринимают и вот эти все подкормки в удобрения уходят вниз водные потоки и затем вот это все все минеральные удобрения любые вот эти удобрения затем попадают водные потоки и в колодцы наши и потом мы говорим что не в вкусная вода это вот период когда не воспринимаются удобрения растениями питательные вещества просто-напросто не нужны в это время все что нужно было до этого было взято и каждая клеточка занята другим делом зато 1 2 наступает очень хороший период для сбора урожая садовых растений кто-то еще копает картофель кто-то свеклу морковь все что у кого созрела пожалуйста собирайте перерабатываете консервируйте сушите замораживайте и естественно закладывайте на хранение будет очень хорошо храниться и так у нас позади чистые чистые дни льва сейчас мы приступим к моменту это уже была пятница суббота а у нас сейчас предстоит воскресенье очень такой интересный день здесь много разных дел и эти дела связаны с разными стихиями и разные дела нужно будет сделать смотрите с 11 38 луна из знака лев перейдет в знак девы это абсолютно разные стихии лев стихия огня дева стихия земли плюс у нас еще утро не вообще ничего не делается потому что у нас луна без курсов с двух часов 45 минут до 11 часов 38 минут впереди новолуние то есть 6 октября ожидается новолуние что мы можем сделать естественно до 13 часов ничего не делаем отдыхаем а вот с 13 часов можно посадить это дева она покровительствует цветам многие только получили различные луковичные весенние цветочки луковицы можно высаживать хотя это убывающая луна и уже перед новолунием но это еще не черная луна это еще продуктивное время можно аж 12 это сделать в козероге на растущей луне а можно сделать в деве дева поможет растениям выстоять и очень хорошо укоренятся все цветочки и естественно можно еще высаживать рассаду цветов декоративных только растений ни в коем случае другие растения мы не высаживаем только с 13 часов и до конца суток рассада только цветы с 13 часов делаю акцент только цветочную рассаду можете высаживать но это более актуально для юга и до теплых стран в саду что можно делать снова же мы делаем с 13 часов нарезку черенков для укоренения а также можно еще нарезать черенки для для хранения для того чтобы потом их укоренять весной это хранится или в подвале это там где холодно можно вот такие провести такую агрооперацию а можно еще и укоренять вот меня спрашивали можно ли укоренять розы да можно но в этом году 2021 и в следующем 2022 год будут неблагоприятные погодные условия для открытого грунта поэтому укореняйте пожалуйста и не только розы в больших контейнерах горшках и делайте теплицы и это делаете пока у кого есть теплица если же нет то на подоконнике и хорошо все получается идем дальше цветы с 13 часов что мы можем делать а вот сейчас 13 часов очень хорошо растения будут заниматься питанием очень нужны питательные вещества подкормочки поливы одновременно но естественно нарезаем череночки и размножаем любимые цветы для разных стран это актуально особенно теплые и южные страны это очень хорошо получается комнатные цветы и снова же до 13 часов мы могли только заниматься обрезкой защиты от вредителей болезни а вот с 13 можно нарезать черенки укоренять эти череночки а также поливать и подкармливать растения вот этот момент укоренение нарезки черенков глубокая убывающая луна очень хорошо идет укоренение дольше чем обычно но корневая система очень хорошая получается я вот этот момент проверила поэтому вот этот период который я называю используйте его эффективно до 12 часов не поливаем и не подкармливаем но с 12 часов эффективны и поливы и подкормки для всех растений отметьте себе пожалуйста южане там где нету дождей не только южане другие регионы там где не было дождей эффективно проводить влагозарядку почвы в саду садовые растения виноград это на зиму нужно обязательно сделать потому что если у нас будут морозы резкие такие будут моменты без снега могут вымерзнуть и деревья и виноградники если же будет влагозарядка почвы хорошо сделано то растения выстоят вот эти периоды естественно можно утром еще рано утром заготовки делать собирать урожай и закладывать на хранение но это нужно сделать действительно с до восьми до девяти крайнем случае утра 3 октября а вот уже позже нельзя эти работы делать дева не любит чтобы в это время занимались заготовками закладывали на хранение у меня такой опыт есть и консервация уже столько раз я разные периоды дева испытала не любит она это дело поэтому только собираем урожай для того чтобы питанием заниматься то есть готовить или на стол сразу салаты какие-то десерты это да готовить сегодня в деве это хорошо завтра тоже в деве хорошо а потом уже придет другие другой благоприятный период будем заниматься и другими видами деятельности но на сегодня мы вот с вами рассмотрели воскресенье видите какое оно у нас пестрое и сколько можно делать сделать подготовиться до 13 часов а с 13 часов вот эти работы выполнить связанные с цветочными цветочными растениями в основном декоративные и поливой подкормки рубрика которая тоже относится к агрогороскопам вот нам понравилось несколько человек нам предложили назвать эту рубрику домашние дела по луне с 1 по 3 октября 2021 года время московское и так давайте рассмотрим более конкретно эти вопросы плюс у нас и сегодня еще добавки есть связанные с предложением просьбой некоторых наших зрителей и читателей мы их добавили и будем их усовершенствовать но давайте все по порядку и так 30 в раке предварительно перед знаком лев что мы можем сделать в четверг печку не растапливайте пожалуйста не стригите волосы не стригите ногти мытье волос перенесите на следующий день а вот вопросы с очисткой кожи которые у нас именно продолжаются этот период на убывающей луне это проводите покраска побелка ремонт остановка у нас на это время сейчас нету почему потому что получается очень плохо сохнет и плохие вот плохое качество покраски побелки я об этом уже столько раз говорила поэтому не красим и не белим проветривать подушки и одеяло не надо потому что очень много в это время влаги это стихия воды рак а вот стирать и убирать тем более это убывающая луна супер время для того чтобы вот эти самые загрязненные вещи самые загрязненные места в доме очень хорошо очищается и убирается ну а теперь вот то новое которое нас попросили сделать наши некоторые зрители у нас есть рубика луна для здоровья мы ее частично вели в позапрошлом году но в этом году будем продолжать но здесь у нас будет очень короткие такие подсказки что можно сделать и использовать вот этот период для улучшения своего здоровья так вот у кого есть мозоли пожалуйста партий в это время именно 30 и лечите мозоли здесь очень хорошо пройдет и очистка ног и естественно мозоли быстрее заживут и лечебные всякие мази все вот этот период очень хорошо получится потому что у нас и часто люди не знают и допустим в знак огне огня это сделает еще хуже получается еще больше трескаются ноги и пятки и получается результат нехороший отрицательный вот этот результат можно получить при использовании вот этих процедур для ног именно в знаке стихия воды и тем более убывающая луна прекрасно получится теперь по питанию просят рассказывать и уделять внимание питанию в эти периоды да они особые в каждом знаке особое питание и каждый знак предполагает особые органы то есть уделяется особое внимание какому-то органу или системе так вот в данном случае у нас рак отвечается органы пищеварения самая большая часть поэтому углеводы нет не используйте в это время шашлыки то что жарится на огне меньше всего просто переходите на то чтобы варить парить но не жарьте жареные не подходят в это время для органов пищеварения должна быть легкая пища кстати и в это время обратите внимание еще до 30 есть время а мы с вами знаем что в знаке рак напоминаю кто не знает кто знает а кто не знает хочу сказать что именно в это время в этот период когда луна находится в знаке рак чаще всего люди заболевают именно органы дыхания будьте внимательны сейчас вот различные вот эти заболевания которые очень неприятные для многих людей вот именно в этот период знака рак активизируются вот эти болезни потому что не защищена в это время не защищен наш наши легкие грудь не защищена вот поэтому они открыты в это время энергетические и физические поэтому пожалуйста не переохлаждайтесь в это время но естественно очень уязвимы в это время печень желчный пузырь и желудок вот поэтому пожалуйста поберегите эти органы и поберегите себя теплее оденьтесь не переохлаждайтесь вот это все вместе даст вам хороший результат вот это у нас было 30 а уже в пятницу 1 и в субботу 2 будет комплекс другой другие будут дела и по-другому можно их выполнять это знак стеки огня замечательно разгораются дрова в печке но первая растопка идеально но напоминаю что не закладывайте сразу все дрова если первая растопка сухой спирт есть или та же газетка нужно пробить в дымоходе вот эту пробку которая сохраняет вот эту нашу энергетику дома от энергетики космоса там бывает разная энергетика поэтому пожалуйста сначала пробивайте эту застоявшуюся пробку и сухим спиртом или чуть-чуть вот газета легкие легкие вот такие протопления дым вы уже увидите в дыморе тогда уже потихонечку закладывайте небольшие порции дров и вот это можно первого и второго замечательно получится результаты у всех очень хорошие вы мне присылаете и фотографии и свои благодарности потому что раньше все время шел дым а потому почему да потому что вот например растапливали первая растопку делали в знаке стихии воды в раке а вот этот период очень хороший для растопки и так печку растапливаем стрижка волос во льве супер хотя это убывающая луна не будут очень быстро рассеиваться но будут густые и хорошо в это время стричь волосы и первого и второго ногти тоже стричь хорошо мыть волосы очень даже хорошо в это время очистка кожи продолжается этот период до предпоследнего дня перед новолунием покраска побелка отлично не впитывается краска хорошо сохнет извести нету разводов когда белишь вот эти 1 2 используйте проветривайте свои вещи которые вы хотите заложить на хранение или же вы хотите допустим проветрить в доме подушки свои одеяла матрасы все это выносите проветривайте очень хорошо это все получится стирка конечно же можно конечно же в эти дни про можно стирать убирать дом тоже можно особенно хорошо удается в это время вот допустим мебель надо натереть чтобы она очень хорошо вот эта пленочка сохранялась и блестела и мебель хорошо хранилась или же стекла надо еще если вдруг грязное у вас зеркало тоже очень хорошо в это время использовать уборку вот этих частей в доме в принципе все можно убирать а вот работать с мозолями доходим до здоровья ни в коем случае вот это как раз момент когда вы будете распаривать и чистить ноги и даже никакие кремы не помогут и жиры потому что в это время нельзя этим заниматься это время не для лечения мозолей оно было вот 30 теперь очень важный момент это время луны во льве для здоровья очень подвергается большим стрессом в это время наши органы кровообращения сердце под ударом грудная клетка сердечно вся сосудистая система органы чёвстые спина позвоночник ребра вот эти все органы очень уязвимы поэтому меня просьба обратите внимание на сердце и сердечно-сосудистую систему в это время просто сердце в высоком напряжении несмотря на то что это убывающая луна поэтому в питании должны быть в это время протеины витамины витамины dc соки травяные чаи еще есть томаты кабачки бобовые готовьте чеснок грецкие орехи зелень очень хорошо рыбопродукты морская рыба печеный картофель в это время очень полезен цитрусовый зеленый чай но из за мясных блюд если кто употребляет пожалуйста тоже не жарьте на огне нельзя использовать в это время различные мясные продукты очень хорошо какие-то диетические тоже крыльчатина гусь утка но не жирные вот это можно использовать курица это для тех кто ест мясо а лучше в это время отказаться потому что это нагрузка сложена сердечно-сосудистую систему для того чтобы переработать мясные продукты это другой продукт на него уделяется очень много энергии и так это для лев и часть этого времени будет у нас еще воскресенье 3 октября до посчитайте до обеда лев а затем будет дева что можно делать утром можно только вот затопить печку потому что это еще будет лев только до 10 часов затем не рекомендую уже растапливать дева очень влажный знак и поэтому постарайтесь утром это сделать если вы доехали это воскресенье на дачу то лучше в субботу все это протопить нагреть и вас хорошо все будет получаться стрижка волос в деве прекрасно стрижка ногтей тоже очень хорошо мытье волос очень хорошо очистка кожи в нас продолжается это время а вот с побелкой покраской вот это прошу уделить внимание видите я красные вот эти магнитики здесь установила утром можете красить белить а далее уже до 10 часов это сделки после 10 часов в деве не советую вот мягкое какое-то вот эта субстанция плохо сохнет тоже вот эти щетки некрасиво краска побелка ложится не используйте пожалуйста и не используйте проветривание подушек одеял то же самое лучше сделайте это во льве зато можно убирать в доме и утром и вечером можно стирать в это время а вот с мозолями до обеда нет нельзя работать вечером пожалуйста это же время более мягкое здесь больше воды в тканях и можно также поработать с мозолями это перед новолунием убывающая луна этот период можно использовать по питанию по органам которые уязвимы в деве это органы пищеварения значит нужна легкая пища должны быть обязательно бобовые арахис мясо снова же только отварное бананы яблоки сейчас их много черемуха если замороженное сможете использовать та же ежевика малина еще есть брусника уже есть и довольно таки много вот кстати капуста морковь и стекла очень хорошие продукты для того чтобы именно в деве их использовать поэтому из этих продуктов тушите но не жарьте просто-напросто салаты делайте для органов пищеварения очень хорошо вот в это время будут идти вот эти продукты и естественно приносить пользу всему телу вот сегодня мы продолжили нашу рубрику домашние дела включая домашнее дело и наше здоровье то что мы можем использовать для приготовления еды я понимаю что будут еще новые какие-то предложения мы готовы их принять и там где мы разбираемся там мы естественно будем давать ответы ну а рубрика луна для здоровья у нас она будет продолжаться уже в ближайшее время мы также будем продолжать вот эти темы видео по лучшим периодам для каждого вот лучшим продуктам будем разбирать какие именно органы в определенные периоды больше всего требует внимания но это все будет в отдельной рубрике ну а здесь мы будем коротко об этом говорить кратко вот такая информация будет для того чтобы вы могли эти дни себе спланировать даже приготовление пищи это очень важно и это нужно для вашего здоровья здоровье прежде всего иммунитет наш поэтому всем крепкого здоровья удачи вам и естественно берегите себя особенно вот эти дни которые у нас будут приближается это знак льва до обеда 3 1 2 и 3 берегите в любое время ешьте чеснок ешьте всю пищу которая необходима в данный период всего самого доброго и до новых встреч на нашем канале